Друзья, приветствую! Эдуард из Питера передал мне образцы масла Syntec Platinum 540, полнозольное масло. Похоже, что это на новой рецептуре. Слышал, что сейчас используется китайский пакет присадок от Ричфула. Будет интересно посмотреть. Смотрите, описание я вам не показал, потому что изначально договорились с Эдуардом, что будет без видео, но учитывая такой большой интерес и актуальность данного масла, все-таки решил запилить видео. Поэтому смотрите, что я делаю. Первым делом я сейчас заложу этот новый Syntec и сравню его со старой формулой. У меня есть эталон, я ранее создавал. Посмотрим, что намерят. Кстати, в старой формуле у меня щелочной выставлено 8,9. Раньше у Syntec было 8,9 на сайте, сейчас они изменили на 10,5 щелочную. И смотрите, что намерил прибор. Противоизносных присадок 65%, подрезано. Видно, что гликоль появился, это состав присадок. Видно, что пакет изменился и он такой более бедный. Опять же, подрезано, снизилась кислотная 1,5, а было 1,73 в эталоне. И напомню, да, 8,9 был эталон задан, а здесь у нас 7,8. То есть и снижение есть щелочного. Значит, и противоизносные присадки подсели, и кислотная, соответственно, раз меньше противоизносных, значит ниже кислотная. Ну и само щелочное. На мой взгляд, пакет победнее. Вот. Я сейчас обновил, естественно, эталон. Ну и можно приступать к проверке и отработке. Это Сан-Юн Кайрон 2 2012 года с двухлитровым дизелем D20DT 141 сила. Общий пробег 130 километров, но 50 тысяч назад была замена мотора. Пробег на масле 5350 километров без моточасов средней скорости и объем масляной системы 7,5 литров. Так, смотрим. Значит, противоизноски 112 процентов. Ну, видите, это немножко сажи здесь. 0,57. Скорее всего, с сажей попадает противоизноска из топлива. Подросло кислотное 3,17, а там 3,50 было в принципе в два раза. Ну, если знать бы моточасы или хотя бы среднюю скорость, можно было бы более адекватно оценить. Но, тем не менее, смотрите, щелочное достаточно хорошо держится 6,8. Воды нет. Значит, Эдуард объяснил, что режим эксплуатации смешанный. Есть и трасса, есть и город. Прогревов мало, кондиционер постоянно работает. Как-то так вот. Я думаю, смешанный режим. Там от 25, наверное, средняя скорость до 30, я так полагаю. Сейчас покажу, что произошло с вязкостью данного образца. Да, кстати, сажевого в автомобиле нет. Да, видно разжижение, но оно небольшое. 20 процентов от максимального, то есть абсолютно нормальное такое рабочее. Несколько ходок по трассе, прогрев масла и можно, наверное, его снизить. Да, традиционно не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, так вы поможете продвижению. Ну и не пропустите новые видео. Так, и сейчас покажу вам тот ресурс, который у меня получился. Значит, что было, что стало. Это вот 7.9, это обновленный спектр. Намерил прибор 7.9-1.51. Вот что получилось. Кстати, окисление, это скорее всего от присадок больше, противоизносных. И посмотрите, 12300 километров в данном автомобиле при данных условиях. Нитрование вообще отличные показатели. Ну и вязкость тоже. То есть моющий по ресурсу, грубо говоря, ограничен моющим нейтрализующими свойствами, но и то это более 12 тысяч километров. Хотя, учитывая объем масляной системы, я думаю, что на каком-то полноценном полнозольнике это было бы, наверное, за 20 тысяч. Да, здесь небольшая дельта 7.9-1.5, ну где-то 6 с копеечками, да, получается между кислотным и щелочным. Значит, сейчас покажу вам еще один момент. К сожалению, тут я немножко растянул. Любопытный. Я отлил из баночки Эдуарда в отдельную баночку и нашел образец со старой формулы. Тот, видимо, из которого я создавал эталон. И сейчас покажу вам сравнение. Вот, смотрите, это китайские, это старая формула и посмотрите, насколько они отличаются по цвету. Видно, да? Старая формула более темное масло. Сейчас покажу. Вот, видите, да, здесь вот хорошо видно. Вот. И, в общем-то, есть прямая зависимость. Чем меньше присадок, чем менее вязкое масло, тем оно светлее. То есть, добавляя какие-то компоненты, все равно мы как бы делаем масло темнее. Ну, это, наверное, в 95 процентах случаев так. Ну, конечно, бывает. Я так подозреваю, что какие-то специализированные, наверное, масла, которые несколько выбиваются. Как говорится, исключение подтверждает правило. Но в данном случае даже видно по цвету, что у масла стало другое. Вот, по сравнению старой и новой формулы видно, что оно, значит, не такое полнозольное, как старое. Возможно, что это из-за пакета, а может быть, банально не докладывают. Все-таки все дорожает и как-то оставаться вот в рамках того бюджета, за которое масло продают, очень сложно. Я думаю, что, я думаю, что где-то, где-то это так. Ну, что можно сказать по маслу. В принципе, масло рабочее, неплохо, я бы даже сказал. Смотрите, если это 30 моточасов, то это, если это 30, средняя скорость 30, то по моточасам это получается около 400 моточасов. Шикарный результат, но, тем не менее, это дизель с большим очень картером. Нормально работает топливная аппаратура, гликоля нету, то есть никаких особых проблем с мотором не видно. Но вот такая картина. Я думаю, что в бензиновом моторе, наверное, потолок это 200 моточасов и 5000 километров. Там, во-первых, чаще всего картеры поменьше. Ну и бензин более жестокий к маслу. Вот такая картина. В принципе, соотношение цена-качество осталось на отличном уровне. Масло работает. Вот смазывающие свойства и все остальное тут уже сложнее оценить. Хотя за смазывающие свойства, скорее всего, отвечает база, а здесь, я думаю, она нормальная. То есть, скорее всего, покупает у какого-нибудь Лукойла или еще кого-то из наших производителей. Газпромнефти, кто там делает. Вот поэтому думаю, что масло можно брать. Главное, чтобы не подскочила цена. Вот такой получился тест. Благодарю Эдуарда за образцы. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Уймитесь в следующих видео. Всем мира. Пока.